Молочная продукция, фирменные сыры, ароматные напитки, десятки гастрономических площадок с дегустацией, презентацией новинок. Это праздник алтайских продуктов, который с размахом прошел в парке Изумрудной. Чудесный праздник, такой размах большой, огроменный. Мы не ожидали даже. Есть что попробовать. Мы все попробовали, все что давали, мы все попробовали. Одна из популярных площадок – продукция Барнаульского переваренного завода. Утолить жажду преимущественно безалкогольными напитками предприятия. Захотели десятки человек. Попробовать отечественную колу можно было как на основной площадке, так и в киндер-зоне. Наша основная новинка – это кола. И кола без сахара в рамках вот этой стратегии импортозамещения, вытесняя транснациональных производителей, местные производители занимают их долю рынка. Ну, продукт пришелся по вкусу потребителям. По вкусу и потребителям, и первым лицам края. На фестивале алтайских продуктов губернатор Виктор Томенко отметил новинки пивоваренного завода. Кстати, к выпуску колы предприятие готовилось давно. Отработка рецептуры продолжалась несколько лет. В этом году спрос увеличился. Барнаульский пивоваренный завод оперативно среагировал и запустил продукт. Предприятиям удалось сохранить объемы производства, которые никто не остановился. Штат сотрудников не сокращался. Поэтому предприятия продолжают изыскивать новые рынки сбыта, продолжают увеличивать, в том числе, объемы выпускаемой продукции и поставлять в другие регионы России. Барнаульские напитки покупают по всей России. От Калининграда до Владивостока. И не только колы, но и бодрящие напитки – баблгам, банан, персик. В ближайшее время завод планирует расширять ассортимент, особенно в части энергетиков и лимонадов. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.